Сазан Остановить стаю и рассмотреть отдельные экземпляры в такой толчье не представлялось возможным. Поэтому следовало найти начало этой великой процессии. Вскоре все-таки удалось обнаружить авангард Сазаньего племени, который возглавляли несколько крупных рыбин. Спина одного из лидеров еще в молодости явно пострадала от винта моторки и, по всей видимости, рана была глубокой. Обычно порванный или частично утерянный плавник у рыб со временем восстанавливается, а здесь были задеты даже мышечные ткани. После того, как остановился авангард стаи, все остальные ее члены успокоились и встали на ночерки. Зимой в Днепровском водохранилище Сазан собирается в огромные стаи и в дневное время неспеша мигрирует по подводным банкам, сплошь покрытым дрейсеной, останавливаясь только на ночлег. Считается, что питаться он прекращает после того, как температура воды опустится ниже 4 градусов. Но иногда голод дает о себе знать и Сазан не может устоять перед своим любимым лакомством дрейсеной. У всех карповых рыб отсутствуют зубы на челюстях. Их функцию выполняют глоточные зубы и жерновок, находящийся глубоко в глотке. С помощью этого мощного жевательного аппарата Сазаны справляются с твердыми раковинами двустворчатых моллюсков. Кстати, форма глоточных зубов является систематическим признаком, по которому определяют видовую принадлежность в этом семействе. Пищеварительный тракт у карповых представляет собой недифференцированную трубку, желудок отсутствует. Как известно, желудок это резервуар, где пища обычно задерживается на довольно длительное время. Исчезновение его у карповых связано с тем, что через кишечный тракт проходит большое количество обильной, но малокалорийной пищи, в том числе и дрейсен. Кстати, по количеству переработанных раковин моллюсков можно судить о численности обитающих здесь Сазан. А по состоянию раковин определять, когда Сазаны здесь кормились. Если...